Ну привет друзья, давно не виделись. Сегодня я расскажу вам о своей новой покупке. Это DJI Phantom, Fantic. Называйте его как хотите. Это стандартная версия Phantom, есть еще профессиональные, отличия у них небольшие, там 4K камера, а здесь 2.7K камера. И еще там есть вроде бы на профессиональном датчике, чтобы вы могли летать в ограниченном пространстве. Давно я себе хотел такой квадрокоптер и вот наконец-то купил. Также есть у меня фотоаппарат Canon, это 600D, ну как 600D, это Raybel T3i. Он был вроде бы для американского рынка или американского производства, я не помню точно, но какие-то отличия у них точно есть. Хороший фотоаппарат, также было у меня 2 объектива, вот один это Young Note 50 мм и второй это был Sigma у меня, Sigma 1750 с постоянной диафрагмой 2.8. Очень классный объектив, конечно, я его продал и купил взамен квадрокоптер. Не хотел расставаться с тем объективом, он был очень классным. Но я думаю лучше уже квадрокоптер, чем 2 объектива. В принципе у меня есть вот этот, если что я могу на него снимать или его на телефон снимать. Так что перейдем к квадрокоптеру. И сразу же возник вопрос, как мне его переносить, если просто в руках его не унести, потому что если вы будете его просто носить в руках или там, не знаю, в свой рюкзак какой-то кинете, это будет не очень безопасно для самого квадрокоптера. И поэтому было решено найти себе рюкзак. Я зашел на сайт, посмотрел сколько стоят рюкзаки и немного удивился, потому что можно было найти какой-то рюкзак и за пару тысяч, но были такие укрепленные, чтобы они не гнулись, там все дела, чтобы максимальная безопасность квадрокоптера была. Они стоили вообще 8 тысяч, 7-6, в общем очень дорого. И было решено сделать для него небольшой кейсик, потому что я все равно езжу постоянно на машине, я его там кейс тут кину, там в багажник, да, и он себе там, пожалуйста, можно его перевозить безопасно. Так что если надо куда-то, куда машина не доедет, просто за ручку взяли кейсик и несете себе. Кейсик там небольшой вышел, не тяжелый, там 4 килограмма или 4,5 килограмма вышел кейсик, но сейчас все подробно расскажу. За основу я взял его стандартную коробку, в которой он был куплен, она картонная, и просто рулеткой сняли все размеры и перенесли их на фанеру. Я вам чертежи, думаю, оставлю в описании, они подходят ко всем фантомам, в принципе, да, ну не к другим, только к фантомам. Вырезали сначала дно и стенки, да, берем дно, скручиваем к ним стенки, а потом уже вырезаем сверху, если что, крышку, чтобы подогнать размеры, вдруг там где-то что-то не угадали. Так что сначала дно, стенки, а потом уже крышка. Крышка была прикручена на мебельные зависы, они недорогие, в принципе, можете купить и тоже так сделать. Стоят они тоже недорого, где-то 20 гривен. Была куплена также ручка для удобной переноски кейса, стоила она вроде бы тоже 20 гривен, такая складная, складать с себя все удобно. После того, как вы все собрали, скрутили, можете по желанию покрыть его лаком или морилкой, что я, в принципе, и сделал, чтобы придать ему красивый цвет и такую, как бы, старовину. После того, как покрыли лаком, ставите в теплое место, оно сохнет где-то сутки-двое, в принципе, и уже тогда можете дальнейшую обработку ему делать. Также советую обшить внутреннюю крышку кейса какой-то мягкой тканью, чтобы, когда вы переворачиваете и несете квадрокоптер, если он не выпадет, то он хотя бы в мягкой себе упрется и просто ему ничего не будет. Ну, уже не обфанеру, да? Правильно. Я взял синтепон, он очень мягкий и хороший. Прикрепил я синтепон на степлер, строительный степлер. Вы можете купить декоративные кнопки такие, чтобы очень красиво было, потому что скобы от степлера их видно, но они не очень красивые, в принципе. Ну, кому как, да? Можете купить кнопки и на кнопки все посадить. Будет вообще красиво. Дальше поставил вопрос, как закрывать кейс, чтобы, когда вы его переворачиваете и переносите, крышка не открывалась. Много вариантов мы перебрали и всякие защелки разные, прочие ерунду и остановились на замке, потому что другого варианта мы не нашли в себе в городе, ничего не продается у нас, только замки. Это обычный мебельный замок, он для столов, для шутлятов, в принципе, подходит, но его мы поставили на кейс. Вырезаете в крышке сверху дырочку, ну, там все фотки, в принципе, есть. Вырезаете сверху дырочку, вставляете замок, прикручиваете и с внутренней стороны на стенке ставите язычок, за который она будет закрываться. И, в принципе, все. Ну, и внешний вид тоже играет немалую роль, поэтому я распечатал трафарет с эмблемой DJI, перенес его на вот такую папку, это канцелярская папка, она вроде бы из такого тонкого пластика сделана, очень хорошо подходит для трафаретов. Переносите, вырезаете, просто прикладываете к фанере, и я придумал вот такой нехитрый способ. Просто берете акриловую краску, просто на губку наносите и начинаете такими тачками просто рисовать по трафарету. Выходит очень хорошо и такой, как бы, рельеф получается у краски, поэтому выходит очень классно. Ну, и чтобы не было видно всяких стыков фанеры, берете просто пластиковый уголок, у меня он черного цвета, и вырезая, приклеиваете его на стыки фанеры. И, в принципе, они дают хороший вид и защищают ваш кейс еще от разных ударов. Ну, и вроде как кейс готов, он весит у меня 4,5 кг, еще раз повторюсь, мне его, в принципе, в руках сильно носить не нужно, я его кинул в багажник машины и повез куда мне нужно. Также вы можете еще и использовать этот кейс в качестве взлетной площадки в каких-то местах, где просто с пола вам не взлететь. Просто ставите этот ящик, и, ну, там, может быть грязь или еще, ставите ящик, ставите на него квадрокоптер и спокойно взлетаете себе. И обошелся мне этот кейс суммарно где-то в 100 гривен, потому что у меня была уже фанера. Если бы не было фанеры, где-то гривен 300, наверное, было бы. Обошелся вам этот кейс, еще бы у вас фанера осталась. А так, только ручку купил, замок, зависы и уголки. Это все вышло у меня 100 гривен. И все, кейс готов у вас. Давайте я вам поближе все покажу. Вот ручка. Можно взять и переносить эмблемки с двух сторон. Сверху площадка, можно сказать, взлетная, да? Замок, который открывается. Открываем. Вот здесь синтепон, он мягкий. На степлер присажен. И здесь сам замок. Посадочное место для самого квадрокоптера. И вот здесь язычок, за который закрывается замок. Зависы. И так же, вот, сами уголки. А если вам было интересно смотреть это видео, то подписывайтесь на канал и ждите еще новые ролики. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok